Прежде чем пойти дальше, вот как раз мне пришло письмо, где мы начали работать. Несколько дней я... Вот есть у нас участник Сергей Асачий, который очень хороший пример дал в школе. Я его направляю, он делает, и этот человек за пять месяцев начал писать на двух языках. При этом, ну я его попросил объяснить, ну как, вот у тебя получилось, вот ты новичок. Я это уже забыл. Вот что он написал в группу. Недоумение, как учить два языка, но как-то взял и начал. Ощущения очень крутыми, словами не опишешь. Каждый день что-то новое. А еще появились планы на будущее, и это круто. Если посмотрите пять месяцев назад, то разница очень огромная. Было одним человеком, начал вставать другим. Просто пробуйте, и все будет нормально. Ребят, ну это я говорил, что вот есть статьи, которые я собрал здесь, вы сами почитаете. Вверху на сайте школы spb-tut.ru, то есть я собрал здесь определенные примеры, почитаете здесь. А по Сергею я скажу, вот как раз он прислал. Но все было немножко не так. Мы с ним начали функциональное программирование. То есть сначала, конечно, он прошел первичные курсы по Python, где мы знакомились с технической стороной языка. Потом я его повел по функциям. Потом я смотрю, он вскочил в классы и уже писал. Я просто с головы придумал задание про зоопарк. Он побежал вперед, я говорю, стоп, 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 давай опять сначала. И вот он, вижу, прислал, наконец-то правильно. То есть проектирование. Мы наконец-то вернулись к началу, начали использовать правильное проектирование. И вот он написал класс фу, то есть фо, то есть или как там пас, да. И дальше, вот теперь, как раз он будет проектировать сначала полный костяк приложения Спас, да. То есть, хотя код этот написал уже давно, он писал и про зоопарк, уже много, да. Но я говорю, Сереж, ну вот ты перескочил и кусками. И зачастую люди вот эти мелкие вещи упускают. И мы пошли с нуля. Я говорю, а как проектировать приложение? А оказывается просто, но ведь есть хорошие методы. Если мы описали, то потом, конечно же, нам надо научиться, что сделать? Спроектировать полное приложение. Спроектировать, сделать файлы приложения. И это все, вот это он проскочил. Он сразу пошел на следование, то, то. То есть основу пропустил. И вот моя задача здесь, как преподавателя, вернуть. Да, он очень грамотно работает, он старается, он в Котлин, в Пайтон. Но именно, чтобы вот эти все вещи не пропускались. И вернулись дам и казам. А вот сейчас, смотрите, вот сейчас он пойдет правильно. Хотя вроде уже код зоопарка давно у него написан в классах, в функциях. Но вот это пропустил. А сейчас вижу, да, пойдет. Вот теперь можно расписать классы, вбить файлы. И потом уже начать над этим думать. Так другая картина. Мы создаем как бы костяк приложения. И это начало. И вот эти мелочи моя задача указывать. Ну это я так сказал. Все, давайте к нашей теме.